Доброе утро, дорогие братья и сестры! Продолжаем с вами Первый Фессалоникийцем. Мы находимся в первой главе и читаем сегодня с шестого стиха. Пожалуй, парочку стихов мы разберем. Первый Фессалоникийцем, 1, 6 и далее. И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа Святого. Так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахае. В пятницу мы с вами говорили о пятом стихе. Здесь написано, что благоуставание Павла было у них в силе и во Святом Духе, и со многими удостоверениями. То есть Павел был для них таким примером и проводником, если так можно выразиться, Божьей силы и так далее. Кстати говоря, немножечко возвращаясь назад, вот слово со многими удостоверениями. Некоторые думают, что это были некие чудеса, ну то есть доказывающие право или силу, показывающие силу Господня. Некоторые думают, что это именно была убежденность Павла в своих словах. То есть удостоверение – это вот то, что они своей собственной жизнью показывали, то, что они говорят, это правда. Ну, собственно, дальше вот во второй главе там будут такие вот, не намеки даже, а указания на то, что Павел действительно показывал своей жизнью, ну его спутники показывали своей жизнью истинность этих слов. Ну, вот такие два варианта толкования допускают люди. И вот поскольку это благоуставание было в силе, то они сразу же сделались подражателями нам и Господу. Ну, то есть Павел писал «нам и Господу». Тоже очень интересная завязка, важный момент на самом деле. Нельзя подражать просто людям, но важно подражать тому, как эти люди верят в Господа. То есть в конечном итоге подражать Господу. Потому что на самом деле слишком большое внимание к людям, слишком большое подражание к каким-то отдельным личностям, оно неминуемо ведет человека, ну, если не к падению, то разочарование. Потому что не может человек, верующий, делать все хорошо и правильно всегда. Это поддержка для нас, для служителей. Это предостережение, ну, собственно, предостережение для всех, для верующих. Потому что так или иначе мы друг с другом берем пример. И я тоже беру пример в некоторых моментах с людей нашей Церкви. Их вера, их послушание, их усердие, их любовь к Божьему Слову. Я говорю сейчас о разных людях, потому что такие изумительные качества редко сочетаются в одном человеке. Поэтому я повторюсь, я сам беру пример, но у всех понемножечку. Вот, то есть, смотрите, они сделались подражателями, и дальше приняв Слово. То есть, тоже обратите внимание, что они подражали тому, как эти люди приняли Слово. То есть, тоже важный момент. Мы видим, что основой их изменений все-таки было Слово Божье. Потому что здесь вот и пятый стих говорит, наше благоествование было не в Слове только, но и в Силе. Тем не менее, Слово было, они никак иначе не могли узнать о Евангелии, кроме как, вот, когда Павел говорил о Евангелии. Ну и здесь написано, вы сделали с подражателями, приняв Слово. Вот, тоже очень важно, очень важный момент нам с вами в жизни, именно принимать Слово. Как мы вчера на проповедь говорили, что, ну, человек странное существо, и он может запросто смотреть и не видеть, слушать и не слышать. Поэтому очень важно принимать Слово, прям смотреть внимательно Писание, вот, и смотреть на Христа, смотреть на Господа в этом Писании, именно пытаться понять, какой же он есть, наш Господь в Писании, а не додумывать какие-то моменты, не использовать наш прошлый опыт, тем более опыт неверующих людей, если кто помоложе в церкви. Ну, вообще, в целом, не использовать опыт неверующих людей, непонятных людей, но смотреть, каков Господь в Писании, прям, вот, приложить свое сердце, чтобы разобраться и увидеть Господа. А вот дальше у нас интересный момент. Приняв Слово при многих скорбях с радостью Духа Святого, вот, если мы посмотрим то, как оно было все в деяниях, ну, вот так как посмотрим на то, как оно все было, посмотрим в деяниях. Это 16-я глава, 17-я глава. Мы видим, что, вот, Павел, например, во 2-й главе, 2-й стих пишет, «Но прежде, пострадав и быв поруганных в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедовать нам благоествование, проповедовать вам благоествование Божие с великим подвигом». То есть, интересненький момент. Вот Павел приходит к этим фессалоникийцам. Они узнают, что только что он был поруган в Филиппах. Ну, там, на самом деле, история такая. То есть, Павла бросили в темницу, заковали в колоду, забили ноги, руки в колоду. Вот. Ну, и до этого их били. И вот так вот, собственно, унизили прилюдно. Бросили в тюрьму. Вот. Вот они приходят к этим самым... Ну, Господь их избавил удивительным образом. Вот они приходят в Фессалонику. Проходят три субботы. Там поднимается бунт. И эти люди, вот эти фессалоникийцы, очень ясно видят, что если ты проповедуешь слово, если ты живешь по слову Божьему, следуешь этому учению, у тебя будут неминуемые проблемы. Вот этот Павел огреб проблемы там в Филиппах. Вот этот Павел пришел к нам. И тут начинаются проблемы. Вот. Потом через некоторое время Павел ушел от них. И через некоторое время эти смутьяны, которые поднимали бунт против Павла в Фессалониках, подняли бунт против него в Верии. Если я не ошибаюсь, я уточню. Вот. Подняли бунт против него. Ну, начали дальше свою бучу. И получается, что как бы у них перед лицом четко, у этих фессалоникийцев, четкая зависимость. Веришь, огребаешь проблемы. Да. А, да. Вот они, 13 стих, 17 глава, 13 стих. Но когда фессалоникийские иудеи узнали, что и в Верии проповедно Павелом слово Божие, то пришли и туда, возбуждая и возмущая народ. То есть, мы видим, что вот очень четкая зависимость, да, где звучит Божье слово, где, куда приходит Павел с этим, со своим словом, там начинаются проблемы. И получается, что они подражают Павлу и понимают, что тем самым и у них будут проблемы. Вот. И, как говорится, что происходит, да, вообще это какой-то нонсенс. То есть, вот мы жили спокойно, приходит человек, который весь вот в проблемах, который является причиной вот всех этих возмущений и беспокойств. И люди говорят, о, да, круто, я тоже так хочу. Вообще это странно, согласитесь. Человек всегда хочет жить спокойненько. Ну, понятно, отдельные индивидуумы, им только дай какой-нибудь, какую-нибудь бучу, но я в целом говорю про людей. Люди желают жить спокойно и быть в стороне от всяких вот таких вот подобных проблем. Вот. Не трогайте меня, дайте мне пожить. Да, спокойно. Но здесь писалникицы говорят, о, да, круто вообще. Вот такие вообще. Прямо гонения. То есть, на них ли смотрели, получается, писалникицы? Здесь написано, что они приняли слово при многих скорбях, но с радостью Духа Святого. Да? То есть, получается, вообще удивительная вещь. Они вот эти все скорби приняли с радостью Духа Святого. То есть, получается, что-то там было такое в этом учении, ради чего они могли даже пренебречь своим комфортом, пренебречь своим, ну, своим текущим и будущим комфортом, потому что понятно, что, ну, если есть проблемы везде, куда Павел приходит, то понятно, что и будут проблемы у них, когда не последует этому учению, последует за Господом. Но, смотрите, они, несмотря ни на что, тем не менее, идут за Господом. Они делаются подражеслим Павла. И даже далее написано, что так, что они стали образцом для всех верующих, даже в Македонии и Ахае. То есть, получается, что, ну, это же должно время пройти, вы понимаете? Мы с вами понимаем, что, ну, когда, чтобы вот эти вот две большие области узнали об их вере, и прошло время, и они стали, вот эти верующие фессалоники, стали образцом для верующих в Македонии и Ахае, должно пройти как минимум время. То есть, потому что, ну, вести вообще раньше не распространялись, как сейчас, да, не было видеосвязей, всех этих смс-ок и прочих сообщений. Но, то есть, должно было пройти время, и, получается, время прошло. Время прошло, и с течением времени они сохранили свою веру, эти фессалоникицы. И не просто сохранили, но это была деятельная, это была такая очень живая вера, так что они стали образцом для вот этих больших областей. Это удивительно. Вот. И мне, вот, честно говоря, вот прям я ревную за это. Честно говоря, мне даже вот хочется вот жить такой жизнью, чтобы вот на самом деле, чтобы не концентрироваться на всяких там скорбях. Ой, мне вот стало неудобно. Ой, вот мне сейчас будет некомфортно. Ой, это слишком тяжело. Ой, это то, это все. На самом деле хочется концентрироваться на вот этих вот, на радости Духа Святого. Радости Духа Святого, который вообще перекрывает все. Насилие Духа Святого, который позволяет не только просто проходить эти испытания, оно позволяет сохранить веру. Сила Духа Святого позволяет познавать Господа как раз таки. И очень тоже интересный момент, что если на самом деле в наших испытаниях в наших испытаниях у нас, ну и во всяких скорбях сопутствующих, но это с другой стороны уже я смотрю, нет радости Духа Святого, то означает это, что что-то не так. Как-то мы не так проходим эти испытания и что-то надо менять. Как-то надо пересмотреть нашу веру и так далее. Я сейчас не говорю о бурной радости какой-то, когда человек там прыгает от радости и уж прямо так усидеть не может на месте, так ему хочется прыгать от этой самой радости. Конечно же я не об этом говорю, но мы понимаем как верующий, какой радости мы говорим, что даже бывает трудное время, но внутри есть вот этот мир, есть покой, даже несмотря на скорби, которые могут быть и внутри нас тоже. Если это есть, слава Богу, если нет, то важно спросить Господа, Господи, что не так, потому что на самом деле Господь наш всегда рад поделиться Духом Святым, всегда рад нас исполнить этой самой радости и благословить нас вот этим нормальным прохождением вот этих испытаний. Ну так вот, поэтому интересная вещь, но тем не менее мы видим этот факт, что они не просто проходили эти испытания, они, как бы сказать, проползли, да, но они сохранили веру и проявляли вот силу и так, так что стали образцом. Ну и тоже интересный моментик, они сначала сделались подражателями Павлу и Господу, а потом сами стали образцом. Тоже удивительный момент, как они умудрились, как они успели. Три недели верующим этим, ну пусть месяц, пусть два, да хоть полгода, да, а они уже образцы для кого-то. Смотрите, вот, то есть, не потому, что они такие молодцы, но потому, что вот они открыли свои сердца для Господней работы, ну и вот, так классно все получилось. Вот, давайте, давайте возьмем это как образец, как пример, будем подражателями Господу и потом сами станем примером для кого-то. Отец наш Небесный научи нас жить так, чтобы наша вера была живой, деятельной и будь прославлен Отец во имя Иисуса Христа. Аминь.